сегодняшняя украина это реальное поле битвы за наше с вами выживание оно это поле не сводится каким-то трем километрам на три километра и не сводится какой-то стычки между украинскими войсками и нашими силами специальных операций а сводится чисто какому-то такому виртуально общественному пониманию процесса бития дело в том что я вам уже в одном из своих фильмов говорил что когда рисуют будущее товарищи которые занимаются этим созданием будущего то американцы изображают его и наши тоже изображать его без религии без религии это нас радует потому что просвещенные люди не нуждаются средневековых заморочках а с другой стороны американцы и другие страны в том числе и напустим и тот же китай они когда выпускает свои фильмы о космосе о будущих временах в которых мы уже земляне я имею ввиду покоряем внешние какие-то пространства ищем какой-то новый дом ну и вообще с кем-то сталкиваемся с пришельцами там еще с чем-то то вот в этих всех будущих фильмах американцы никогда не рисуют русских никогда вы наверное это заметили при том что на сегодняшний момент американцы не имеют своей космической индустрии у них нет аппаратов способных вылететь за пределы земного тяготения я не беру во внимание ту сказку про полета на луну потому что сегодня уже даже троечники по физике и математике даже они в состоянии понять что полеты туда в космос тем более на луну невозможны в принципе ни по каким основаниям и невозможны они были даже в то время когда они якобы случились почему потому что не математика в первую очередь со своими многочисленными ошибками выравнивание и прокладывание траектории и тому подобного не физика которая забывает что в открытом космосе уже на уровне заявленной луны не может существовать не один материальный объект а это физика знает это и почему-то при запусках американских лунных миссий почему-то это все время было забыто но и также биологии знает что за пределами земного магнетизма человеческое тело функционировать совершенно не может поэтому живыми за пределами магнитосфер земли никакие космонавты оставаться не могут ни увернуться не улететь не вернуться ничего из этого так вот когда мы говорим о будущем то американцы не рисуют наших космонавтов в том будущем которые они рисуют для всех остальных народов посмотрите внимательно как-нибудь фильмы про космос вы увидите что в числе команды корабля всегда какие-то утконосы китайцы англичане даже где-то попадались по моему я редко редко в старых видел даже там еще кто-то испанцы обязательно различные негры негров очень много на космических кораблях будущего они как правило составляет половину команды и вторую половину составляет желтые то есть китайцы и ну корейцы еще кто-то а белых людей белых даже самих американцев практически в этих командах нет есть естественно что командармами этих кораблей являются опять же те же самые библейские люди и возникает вопрос а что же там в будущем случилось почему собственно вдруг белых людей не оказалось в космосе хотя всю космическую индустрию как мы с вами сегодня знаем сформировали те самые белые люди в той самой африке где живут прекрасные товарищи которые вообще никогда не были людям товарищами они действительно прекрасные но они просто никакого отношения к космосу не имеют хотя сегодня в наше время американские документалисты вовсю напихивают товарищей из африки чтобы они рассказывали нам про устройство космоса в таком знаете назидательном тоне мол да мы вот знаем да мы вот астрономы а вы здесь учите сидите и сначала попрыгайте по пальмам а дальше потом посмотрим может быть мы вам скафандр один на всю деревню дадим и вы ждем там походите на дискотеке я конечно шучу но смысл здесь остается очень сильно опасным если фильмы издаются их производственниками режиссерами и командами в общих правилах то есть как нетленки знаете такие произведения которые достанутся следующим потомкам вспомните мы например с вами пересматриваем время от времени произведений 60-х 70-х годов особенно книги я уж не говорю и про видео про фильмы документальные фильмы так вот если режиссеры на это надеется что их будут смотреть дальше в будущем определенные народы то они уже сегодня закладывают так чтобы эти народы которые их будут смотреть соответствовали тому что увидят на экране то есть значит сегодня уже существуют программы которые видят перед собой белое население как объект для уничтожения и эти программы обязаны привести нашу с вами реальность к такому варианту когда в будущем останутся только одни китайцы и негры и как тут не вспомнить эти самые разрушенные скрижали где было четко написано 500 миллионов вам достаточно а кто они эти 500 миллионов то я смотрю по последним действиям особенно американцев и европейцев несмотря на то что вроде бы они сами белые в корне своем но объявшие их сумасшествие она каким-то образом повлияло на их поведение и смотрите что вытворяет байден хотя байден при всем его белом таком соответствии он не является белым человеком он является цветным монголоидом израильского типа просто у него такие малые дозы монголоидности на лице что он выглядит как белый на самом деле он не белый он чист цветной а и еврей и естественно от этого он и цветной также как и у нас в европе тоже все правительства зафрахтованы заняты теми самыми цветными и в результате это все привело к той самой войне которая идет с американо европейской стороны на той самой украине то есть на украине сейчас развязано точнее пытаются развязать европейцы и американцы бойню белого народа и хорошо что с нашей территории не идет такого знаете оголтелого участия хорошо что с нашей территории идут участие в этой спецоперации силами операции специального реагирования они силами армейскими или какими-то другими и хорошо что у нас нами реализуется ситуация когда обычное население украины не подвергается с нашей стороны никаким обстрелом никаким преследованием все что делается против белого населения там на украине все это ведет цветная израильская рать я хотел этим фильмом заострить внимание ваше на том что видите как проецируется на будущее нашей с вами жизни цветная доктрина и нам надо что-то предпринимать в этом пространстве иначе знаете наши дети будут сначала выглядеть единственными в классах которые действительно являются белыми про происхождению своему а потом потом будет один ребенок на всю школу а потом останется один ребенок на город и конце концов на страну и вообще не останется ни одного я конечно понимаю что ребятам о зверятах все вот эти товарищи которые завоюют наш мир персонажи острова доктора моро они первоначально будут радоваться также как вот когда на острове доктора моро эти персонажи взяли провели свою революцию взяли свою свои руки власть на этом острове а потом все пришло к тому что им пришлось возвращаться на деревья в норы и в свои болота потому что свою цивилизацию которую они не строили которую дали им белые люди они поддержать не в состоянии не в состоянии